В правоприменительной практике, в доктрине гражданского права достаточно давно сложилось представление о том, что необходимо выделять две сделки. Это соглашение об уступке требования и самоуступку. Соглашение об уступке – это договор между цедентом и цессионарием, первоначальным кредитором и новым кредитором, в котором определяются основные аспекты их взаимодействия. То есть, кто кому, когда платит, сколько, кто кому документы передает, информацию сообщает, должника как нужно уведомлять и прочее, прочее, прочее. То есть, это их как бы внутренняя совершенно кухня. А вот сама сделка уступки требования, которая еще часто именуется распорядительной, она как бы представляет собой акт исполнения этого соглашения. И в известной степени эту ситуацию можно сравнить с купли-продажей движимой вещи. Вот мы же все знаем о том, что по общему правилу в момент заключения договора купли-продажи движимой вещи право собственности на нее не переходит. А что необходимо для этого? Для этого необходимо, чтобы продавец передал покупателю эту вещь во владение, ну, точнее, во владение и в собственность. Передача вещи, она знаменует собой переход права собственности. Вот примерно ту же самую картину мы наблюдаем в случае с уступкой. Цедент и цессионарию заключают соглашение, и во исполнении этого соглашения производится уступка. Но есть и достаточно существенное отличие. Оно заключается в том, что передача движимой вещи это всегда некий такой наглядный акт. То есть, ну, как бы мы видим, что вещь достают, отдают, она перемещается в пространстве. В этом смысле вполне понятно, в какой момент эта передача происходит. С уступкой ситуация другая. Для того, чтобы уступить право требования, не нужно совершать каких-то физических действий, доставать право требования, отдавать его и так далее. Мы понимаем, да, что это не материальный, бестелесный актив. В принципе, на практике ничто не мешает, скажем так, объединить соглашение об уступке и самоуступку в одном документе. То есть, ну, никаких препятствий для этого нет. Скажем так, ни технических, ни юридических и более того, в практике достаточно часто именно так и происходит. И уступку, и соглашение об уступке оформляют одним единым документом. Проблем с этим никаких нет. Но может быть и по-другому. Ничто не мешает сторонам эти сделки разделить во времени и, например, уступку оформлять отдельным актом, ну, не знаю, приема передачи требования, который подписывается, допустим, в течение, скажем там, ну, я сейчас фантазирую, да, недели там или двух недель после того, как сессионарий, допустим, произвел оплату за уступленное требование. Это абсолютно, скажем так, нормальная ситуация. Но на практике очень часто стороны, скажем так, пренебрегают учетом того, что здесь есть две сделки, соглашение и самоуступка, и самоуступку как-то отдельно не оформляют. Так вот, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, условно говоря, помочь обороту, в новой редакции 24 главы Гражданского кодекса закреплена, на мой взгляд, очень удобная и удачная презумпция. Она заключается в том, что если стороны не согласовали иного, если они не посчитали необходимым разделить, ну, как-то выделить вот эту вот сделку уступки требования, отдельно ее упомянуть, что там право требования переходит и так далее, то предполагается, что заключая соглашение об уступке, они имели в виду и саму сделку уступки. То есть это как бы подразумевается в их документе, и это для практики, конечно, очень удобно. То есть хотите, разделяйте и оформляйте это все отдельно. Если вы не хотите или, допустим, забыли по каким-то причинам это сделать, то ничего страшного, не беда. И, соответственно, подразумевается, что заключая соглашение об уступке, вы имели в виду и саму сделку уступки.